всех приветствую друзья сегодня у меня на обзоре комплект для сборки гоночного квадрокоптера на базе рамы jeep rc jeep fx5 fly fish это очень необычная рама и она чисто гоночная и так вы видите довольно таки много различных коробочек на столе которые теоретически сегодня станут наверное собранным квадрокоптером почему теоретически потому что нужно будет конечно же все это дело привести в порядок из конечно же собрать давайте вкратце о комплектующих значит будет здесь у меня моторчики это cobra motors 2205 на 2500 кв мотор не очень легкий как бы классический кобра мотор на 2 300 кв может весить всего 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 26 примерно грамм но я горю за мотор первого поколения это современные кобры на 2 500 кв и они весят стандартные 30 грамм регуляторы будут racer старые 30 ампер довольно таки компактная был х лес конечно же и они внешним видом своим очень похожи на цикады 30 ампер кстати должны принципе без проблем сшиться на дэшот регулятор будет с паре х3 самый дешевый такой как можно купить на алиэкспрессе за 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 12 13 долларов видеопередатчик будет тбс юнифи про рейс надеюсь это рейс все таки отличаются над прошки тем что да это действительно рейс тем что здесь максимум 200 милливатт но соответственно он стоит немножко дешевле и видеокамера будет foxer arof v2 я эти все комплектующие на fly моде заказывал в основном но конечно же их можно будет заказать из китая так комплект откладываю в сторону переходим к раме коробка пухлая и внутри находится вот такая вот корка канопа как это везде называется по-разному корки у машин канопа и у вертолетов в общем был наверно канопа называть материал тпу печать она напечатана на 3d принтере но качество печати просто конечно идеально и этот материал это можно сравнить с авастоном потому что он очень легкий в принципе для тех кто не в курсе 3d печать конечно классная штука но она боится краш и каких-то точечных ударов она расходится пошу или вообще ломается но ты по на текущий момент для наших целей практически единственный нормальный материал потому что он как видите мягкий рама как обычная полкиник стоит поэтому по цене особо останавливаться не имеет смысла бумажечка по сборке сборка будет простейшая здесь есть только буквально нижняя пластина и это вот крыша все больше ничего нет вес 72 грамма но это вес карбоновой части так в комплекте защита для аккумулятора начали они наконец-то вложить эту незаменимую вещь в комплект ее теперь не нужно покупать отдельно комплекте наклейки плата распределения питания с боковым разъемом опять же она стандартная советую или разъем на кусочек провода садить или хорошо здесь пропаивать потому что ломается все это дело ломается от того что вы прилагаете различные нагрузки к этому разъема или же прикрашен липучка в этот раз розового цвета и собственно нижняя пластина все ничего в комплекте больше нет крепежек где же крепежек друзья так вот он крепежал в этот раз просто настолько мало что его сразу и не заметил ну давайте наверно сразу я соберу то нет тут особо собирать нечего давайте разрезать пакет реально как бы сборка это рамы будет очень легкая очень просто до того момента как придется там закреплять электронику потому что из тех тоже собирал подобную раму я знаю что установить там корректно электронику реально друзья сложно значит пластина была мне где-то здесь рама недавно тоже на обзоре было это по-моему rx5 nighthawk или как-то так значит очень она на нее похожа очень и очень и очень но по-моему все-таки разница реально есть друзья то есть обратите внимание fly fish поменьше то есть здесь у нас наверно 190 миллиметров пассе а может быть 195 это у нас должно быть 200 десятка но по крайней мере форма лучей практически идентична давайте посмотрим на вес какой получится вес у данной сборочки значит пластинка 50 57 58 грамм верхняя пластинка 79 значит 79 без крепежа ну давайте даже весь крепежек сюда кинем 84 грамма отличный вес друзья исходя из моего опыта я думаю что полный полетный вес всех этих комплектующих которые лежат у меня на столе можно будет вложить наверное ну грамм наверно в 290 вообще без проблем то есть это будет сугубо гоночный коптер и надеюсь что ли то есть он будет очень и очень круто кстати сам владеет на fly мод уже летают на fly fish раме и очень доволен результатом она маневренная резко единственное что у него версия на кобрах старого поколения 2300 кв и у него получился вес вообще там какой-то смешной в районе 270 грамм я думаю что у меня такого веса добиться не получится но на такой стороны посмотрим друзья значит что сейчас займусь сборкой ничего здесь абсолютно сложного в сборке не будет опять же пока мы не дойдем до момента установки электроники под крышку единственный минус сразу говорю друзья это то что нельзя будет поменять канал на видео передачки доступа к этому следственно абсолютно не будет поэтому такие рамы должны покупать те пользователи которые уже прошли свой путь наверное от плосколетов до крестов и сейчас хотят собрать сугубо гоночный сетап с минимальным весом и с отличной обтекаемостью во время полета вообщем перехожу к сборке и продолжим наш обзор итак рама fly fish собрана вот такой вот внешний вид имеют данный квадрокоптер еще конечно не вся работа по нему закончена я думаю что нужно будет сюда все таки на низ приклеить силиконовую накладочку на которой будет устанавливаться аккумулятор и скорее всего замотать регуляторы нормальной изолентой или же как вариант еще добавить сюда на регуляторы сначала какой-нибудь тоненький пластик с упаковки от приемника таранисовского и после этого только уже мотать изоленту значит по сборке сборка конечно необычная довольно таки сложно было все это дело туда уместить но свободного места осталось там достаточно много самая большая проблема друзья в том что вот эти вот провода нужно специально оставлять запасом для того чтобы можно было потом пластик между них вставить и соответственно все это дело туда установить значит почему-то у меня там щели между карбоном и пластиком не знаю почему может быть что-нибудь где-нибудь мешает нормально стать на место но с другой стороны болты я затянул сильно все в порядке по приемнику я просто на мозги положил на фотографиях надеюсь это будет видно видео передатчик приклеен камере камера следственно держится на двух саморезиках по бокам антенка закреплена на пистолетном клее это мягенькая антенка с флаймода но не знаю может быть где-нибудь обязательно в китае на бангуде она тоже должна продаваться у нее на конце разъемчик точно такой же как используется на тбс-овском видеопередатчики тбс-рейс 200 милливатт кстати как бы немаловажный минус этого мы в том что вы не можете поменять канала чаще всего и вообще получить доступ к настройкам камерой но я умудрился так установить видеопередатчик что если заглянуть вот туда где-нибудь там вдалеке видно кнопку то есть я реально можно будет нажать чем-нибудь длинным то есть в принципе конкретно в моем случае я смогу менять здесь каналы но пользователи fly fish а я аналогичных других рам конечно жалуются на то что со сменой каналов реально проблемы насколько равно это будет крепкая пока не знаю вот таком вот собранном состоянии по бокам она мягенькая все-таки смотрите мягкая палец довольно таки серьезно туда заходит но до мозговый я думаю этот пластик все равно не дойдет то есть если будет какой-то серьезный краж электроники не достанется но сверху она практически полностью жестко не есть небольшой конечно люфт но он совсем незначительный и думаю что при краше ничего сломано не будет камера защищена довольно таки хорошо линза у меня на 2 и 5 или 2 и 8 по моему 2 и 5 или 2 1 точнее миллиметра как бы отлично защищена угол можно менять но совсем в небольших пределах то есть вот минимум и вот максимум да совсем что ли градус небольшой думаю не более трех градусов можно будет выстоять моторы я припаял в любом абсолютно порядке то есть 1 2 3 а реверс сделал уже через конфигуратор был хелли что мы сейчас сказать кобровские моторчики прикольно очень классно балансированы тихо работают и на 2 500 к в посмотрим как они будут ли тосик конечно но кобра все-таки известный бренд и думаю что все здесь будет в порядке разъем я пока оставил стоковый x60 но думаю что через пару крашей начнет отваливаться тогда нужно будет взять дремель шлифмашинку немножко отшлифовать снять этот лак да вот поглубже к пластику и нормально все это дело пропаять чтобы разъем держался не на текстолите а еще и вдобавок на пайке тогда будет все в порядке я точно так же сделал на своем втором кладе qx5 пропа и дисовские взял на тест на флай моде нормально пропа но ничего как бы сильно хорошего по ним сказать не могу они все-таки тяжелее чем очки у классика 5 4 3 и да крепкие но после краша не сгибаются и нормальных выгнуть обратно можно только на глаз регуляторы рейсер старый в 2 30 ампер факту это цикады по крайней мере внешний вид их не очень очень похож разъемчик слева доступ к разъему micro usb абсолютно нормальный антенны и приемника я установил просто внутри пластикового корпуса вообще давайте посмотрим на вес я почему-то думал что этот сетап выйдет нереально легкий но я ошибался вес 299 грамм плюс здесь еще не хватает этой накладочки немножко изоленты накладочки снизу под аккумулятор 300 грамм вес откуда столько весом убежала я честно говоря так и не понял моторы конечно не лайтовые это обычно 30 граммовые моторы на них сэкономить никак не получится рейсер старый насколько я помню весят все-таки грамм на рапо 27-28 без проводов регуляторы 30 очки компактная поменьше чем летал би тридцатки думаю что особо здесь никак не сэкономишь как бы рама сама по себе очень легкая здесь всего 4 шурупа которые держат корку явно как бы весит 82 грамма но откуда у меня набежала в дополнительный вес я абсолютно не знаю но вес данного квадрика реально можно сравнить с весом qx5 квадрика на равнике x5 на моторах золотых куполах рейсер стартом тоже вышло ровно 300 грамм знаю мой друг собирал fly fish с весом вроде 200 274 грамм но он собирал на кобрах первой версии 2300 киви и там по моему веса не 24 24 с половиной 25 грамм мотор то есть на самих моторах можно сэкономить 20 грамм вот вам и получается то есть если бы я сейчас на стареньких кобрах собрал бы этот сетап вес был бы уже не 300 а 280 грамм да плюс довольно таки тяжеленькие в комплекте с кобрами будут вот эти вот болтики я жду когда на флой мод или еще куда-нибудь завезут титановые болты возможно с алиэкспресс их можно заказать и как вариант на замене всех болтов включая эти можно будет сэкономить еще грамма наверное 4 ну теоретически думаю это реально вполне длинные провода тоже как бы вносят свою концепцию сюда просто не добавляют веса если бы это была стандартная рама можно было немножко провода конечно по укорачивать но здесь нужно оставлять обязательно зазор и запас для того чтобы потом установить пластик сюда пластик реально сложно устанавливать всего нужно туда под каждый луч от каждую пару проводов туда завести дальше уже прикручивать ну в общем то такой вот крестик у меня вышел это чистогоночный вариант посмотрим как он будет летать но hd камеру сюда конечно же не установишь это наверное минус да точно я сюда никак не поставишь потому что здесь вот гребешок выпирает и единственный вариант ее под аккумулятор ставить но это на ранее серьезно потому что угол будет совсем не тот сюда сюда камеру тоже не поставишь потому что достанут пропеллеры до за самой камеры в общем чисто гоночный вариант облетаю его позже и расскажу свое мнение в обзоре с полетами или же покажу видео как он будет летать всем спасибо за внимание друзья ссылки на покупки всех комплектующих находится в описании под видео рама с banguda да в общем-то все остальные комплектующие тоже можно будет заказать на banggood ориентировочный бюджет вышел в районе до 150 ладно с тбс наверно от 300 баксов то есть цена сборки абсолютно стандартная рама 50 баксов моторы по моему в районе 16 18 18 по моему долларов где-то так на бангуде они тоже скоро появятся продажи ресер старый по 12 по моему баксов эспресник самый дешевый за 12 долларов с алиэкспресса камера аров в 2 фоксеровская видеопередатчик правда тбс но его можно принципе заменить на что угодно ну в общем то это практически все единственно что приемник я здесь для тараниса при тоже использовал xsr это еще 27 долларов увидимся новых роликах до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok